За маленький букетик штраф дать 10 миллионов. Чарамша, ландыши и пролески. Инспекторы природы Аховы нагадывают, что сборы и продаж рослин, которые занятены в Червоную книгу, запоронены законом. Капсу предстоять варварскому изнищению рослин, природа Аховники проводят рейды по лесах и рынках. Ранится центральный рынок Могилёва Гандаль, и где пакуль не вельми активно сярод. Не шматлики гандляров, один вельми засекают правоаховников. Папуля гандлюет Чарамшой. Знаете, что запрещена реализация краснокнижных растений в Чаремши? Где вы на огороде вырастили? Ну, у себя дома. Где у себя дома? Что это подтверждает? А справка есть? Покажите. Спочатку бабуля спробует выкрутиться, мавлял, Чарамша с уласного огорода. Домашняя так же не пахнет. Это же дикорастущая. Документ, пожалуйста, удостоверяющий личность вашу. Нет. Ну как нет? Тогда, пожалуйста, пройдёмте в ближайший территориальный орган внутренних дел. Установим вашу личность. Раз у вас нет с собой документа. Я вас пробовал по прошлому году. Вас привлекали к административной уже ответственности. Высветляется, что пенсионерку штрафовали минулой весной. Собирайте с собой черемшу, пройдёмте, пожалуйста, в автомобиль. Природооховник нагадывая штраф за продаж рослины, занесенный у Красную книгу до 10 базовых величин. Черемшу собирают в Кличевском районе. Там основное место произрастания данного дикорастущего растения. При обследовании в субботу рынков много людей привозило черемшу именно со своих приусадебных участков. То есть, имея справку о том, что данное растение было выращено у них на приусадебных участках, они осуществляли торговлю. В принципе, это не запрещено. Али документы есть далёка не во всех. Наприклад, Жахараси поискага району гандлюя Чарамшой на провокзальном рынку Могилёва незаконна. Продаем? Что-нибудь. А что делаем? Так стоим. Так стоим? Давайте с нами пройдём. Сколько вас и много? Наблюдаем за вами. Порядка 10-15 миллионов. Поэтому, что так стоим не надо. Составим протокол и просим. Мужчина признався, у него штраф 25 миллионов, а грошей нема. Восиф вырешил подзарабить. А у вынеку свои долги только повяличил. На гандляра складают протокол. Подснежники, первые цветы, ландыши, это всё внесено в красную книгу, их сбор запрещен. В данном случае, если лица будут задержаны на месте, к ним будет применяться также и ущерб, причинённый окружающей среде. Так что увага инспекторов зараз не только до рынка. За сбор червонокнижных рослин продуплечены штраф до 50 базовых величин. И навод криминальная отказность. Наталья Ильинч, Віталя Алексеенко, Новинергію.